Йоу, чуваки, всем привет! Я выпустил вторую часть, как видите, она должна была выйти вчера, но мне вырубали интернет, ничего страшного. В общем-то, я хотел спросить, что не так в сериале? Вы поставили 3000 дизов на прошлый видос. Если это из-за того, что вы подумали, что всё, бомж заканчивается, я не буду его пускать, нет, это не так, вы видите, что он выходит всё равно каждый день, бомж будет выходить, зомби на выход бомжа никак не повлияет. Точно, чуваки, прям 100% информация. Приятного просмотра, поставьте, пожалуйста, лайк за старание. Хоть я и сказал, что мы отправились вечером, но пока мы собирались в нашу Орду и выходили из аэропорта, уже наступило утро. Эх, какие же мы медлительные, просто отстойно быть зомби в наше время, но мы с моим другом вели всю нашу компашку к городу. Мне повезло, что аэропорт находился рядом с городом, и поэтому идти было не так далеко. Можно сказать, он был прямо рядом с городом. Так бы, наверное, нам понадобилось несколько дней или даже, может, недель, чтобы добраться до населённого пункта, если бы это была какая-нибудь Москва. Но нам повезло, нам повезло, город здесь был прямо под боком, и мы шли к нему. Можно было наблюдать за руинами цивилизации, дыры в дорогах, брошенные машины. Вот это заправка, смотрите на неё, она вся разрушена. Я долго вычислял, где же можно находить людей и жрать их. На самом деле, мест не так много. Хоть и наступил зомби-апокалипсис, хоть и наступил зомби-апокалипсис, но, на самом деле, зомби и людей осталось не так много. Половина передохли, кого-то убили окончательно. Ну, в нашем городе, по крайней мере, было так. Возможно, в других местах было бы иначе. Но в нашем городе зомби-людей осталось крайне мало. Поэтому, когда наступал этот жуткий, дикий голод, который просто заставлял нас идти и жрать людей, хотя мне не очень это и нравилось, мы шли, искали их. За эти 10 лет я вычислил некоторые места, на которых могут быть люди. Это заправки. В заправках можно встретить людей, потому что люди ищут еду, бензин, топливо. В заправках до сих пор можно что-то такое найти. Как правило, люди не забирают всё почистую, потому что они могут унести. Вот. Поэтому заправки это отличное место, чтобы их найти. Но нам сегодня не повезло. На этой заправке никого не было. Вообще, на этой заправке уже давно никого нет, потому что она находится рядом с аэропортом. А нас здесь очень много, и многие об этом знают. Только посмотрите на нас. Мы медленные, ходячие мертвецы. И посмотрите на этот город. Да. Винок цивилизации в прошлом превратился в руины. Грустно, грустно на это смотреть. Возможно, я даже жил где-то здесь. В одном из этих домов. Не знаю. Раньше люди объединялись в небольшие селения домов и даже делали вот такие баррикады. Но потом мы поняли, что это было бесполезно. Сейчас где-то в центре этого огромного города есть огромное поселение людей. Но мы туда не ходим, потому что у них много оружия. И они могут нас убить. Нам не очень бы этого хотелось. Вот. Вот этот дом классный. Может быть, я жил в нём, когда был человеком. Кто его знает? Город не сильно изменился. Некоторые куски здания обрушились. Появились дыры в дорогах. Но в целом всё осталось как прежде. Вот ещё одно место, где могут быть люди. Это больница. В них часто можно встретить в больницах, в аптеках, в магазинах людей, потому что там есть лекарства. Лекарства им нужны нам. Зомби лекарства не нужны. Единственное всё, что нам нужно, это мозги. Еда. Потому что голод заставляет нас двигаться. Здесь же в больницах можно найти медикаменты. Люди до сих пор болеют, а фармацевтические компании больше не упускают никакие медикаменты. Да, возможно, они научились уже выращивать какие-то медикаменты сами. Но. Так. Ох. Больница. Кажется. Кажется, я начинаю что-то чувствовать около этой больницы. Даже не знаю. Больница. Кажется. Кажется, я чувствую запах. Люди. Я дал своим братьям сигнал, что походу в этой больнице есть люди. Я почувствовал их запах. Знаете, когда ты очень голоден, когда ты очень голоден, запах людей, он такой, не знаю, как запах сырого мяса. Поэтому я был очень чувствителен и позвал своих братьев сюда. посмотрите на эту больницу. Везде раскиданы какие-то листовки. Полная разруха. Но я уверен, что здесь еще куча медикаментов. Ведь люди сюда слетаются, как мухи. И сегодня не исключение. Нам повезло. Повезло найти каких-то бедолаг. Я не знаю, где они могут быть. Может быть, за этой дверью. Но их здесь нет. Может быть, там дальше. Мы с ребятами шли и шли. Шли и шли. Просто в поисках этих людей. Но запах становился все сильнее и сильнее. Я уже чувствовал. Чувствовал. Я слышал их разговоры. Особенность в том, что когда мы видим людей, когда мы видим добычу, мы получаем, как будто бы дозу адреналина. Начинаем быть более агрессивными. Бежим, атакуем, прыгаем. Поэтому если мы их увидим, то начнется. Люди. Мы накинулись на одного из них. Начали его жрать. Еще один был здесь сбоку. И мы тоже его начали убивать. Ничего страшного. Ничего обидного. И начали жрать его тело. Я этим не горжусь. Да, я этим не горжусь. Я был бы рад, если бы вы отвернулись и не смотрели, как я поедаю этого человека. Я не люблю причинять людям боль. Просто новый голод. Очень мощная штука. Так хочется жрать. Я не могу это объяснить. Он заставляет меня двигаться. Я бы так и сидел у себя в аэропорту и не убивал бы людей. Мне это вообще не нравится. Но приходится. Я бы не хотел его есть. Ну а если я его не съем, то он превратится в такого же зомби, как и я. Поэтому нужно съесть его мозги полностью. Вот. А если съем, то получу его воспоминания, его мысли, чувства. Я снова почувствую себя живым. Папа, папа, спасибо, что у нас взял сестой пак от акционов. Это было незабываемое впечатление. Конечно, сынок. Я хотел, чтобы твое десятилетие прошло. Незабываемое осталось в твоей памяти навсегда. Но теперь уже поздно. Поэтому пошли домой. Очень жаль. Но я ничего не могу с собой поделать. Мозг самое вкусное. Он заставляет снова чувствовать себя человеком. Это как новый наркотик постапокалипсиса. Я не хочу причинять ему боль. Я просто хочу себя почувствовать немного лучше. Почувствовать себя живым. Но, как всегда, я просто его убил и съел. И мне от этого тошно. Я не буду всегда все его мозги оставлю немного у себя. Ну, вернее, я заберу все его мозги, чтобы он не ожил. Но оставлю немного мозгов у себя в карманах. Также, пока мы не ушли, я часто брожу по местам, где мы едим людей. И что-нибудь собираю. Например, понравилась эта игрушка, поэтому я с собой ее возьму. Ребята уже доедали этих военных, я смотрю. Где же был мой друг? Я не вижу его. Где мой друг? Среди всех этих зомби. А, вот он. Домой. Дом... Я сообщил своему другу, что пора отправляться домой. И, кажется, он меня понял. Все. Мы поели и отправляемся домой в аэропорт. Кто знает, насколько хватит нам этой еды. Возможно, на неделю, а, возможно, и на месяц. На самом деле, мы не так много едим. Если, конечно, люди сами не приходят к нам в аэропорт. Но этого не случалось уже несколько лет. Они боятся и обходят стороной, ведь там у нас живут скелеты. Нам-то они не докучают. Ну, вот людям, да. Людей они жрут только в путь. Пора отправляться домой. Я оставил себе немного мозгов, потому что я не хочу через месяц новых идти и убивать людей. Я очень не хочу убивать людей. Но приходится. Эх. Причинять им боль так мерзко, так отвратительно. Но все ради мозгов и воспоминаний. Когда я их ем, просто... Я как будто бы вижу кино внутри своей головы. Я как будто бы становлюсь сам этим человеком, сопереживаю все, что он прожил в прошлом. И это реально здорово. Ну, а сейчас нам пора идти домой. Возвращаемся в аэропорт. Ну, что ж, дорогие друзья, на этом вторая серия подошла к концу. Да, возможно, кто-то из вас скажет, что это не то, что вы хотели видеть. Там, Криптогород и бомжи были более экшонисты, с более таким сюжетом. Но понимаете, этот сериал, он не должен быть супер-сверхбыстрым. Вы должны как бы прочувствовать себя зомби и так далее, да, то есть, как мой персонаж, скажем так. Вот. Серии будут выходить не так часто, потому что здесь снимать намного сложнее, но, возможно, если вы прям будете много лайков ставить и, ну, продвигать ролик, там, делиться и показывать друзьям, если им будет это нравиться, если вам, в первую очередь, это будет нравиться, то я буду на него тратить больше сил, но при этом никак бомж этого не пострадает. Боже, почему вы решили, что я заброшу бомжа? То, что у нас случилось с Криптогородом, это вообще тема для отдельного ролика, но я вам скажу так, чуваки, вот, вы не думайте, что так было... С Криптогородом просто было сложнее, там мы вдвоем снимали, вдвоем очень тяжело собраться, все сделать. Да, вы скажете, вы там полгода собирались же как-то, но тогда у нас не было других сериалов и других рубрик. Сейчас же мы спокойно собираемся по отдельности и записываем Асаидом, мы всегда снимаем мини-игры, вот сегодня Tower Defense должен был выйти, надеюсь, он вышел и вы его посмотрели и вам понравилось. Ладно, чуваки, действительно, вот, не знаю, 3000 дизов поставили или даже 4000 дизов я не смотрел, мне было очень обидно, потому что, ну, как по мне, интересная идея. Да, первая серия была скучноватая, да, даже эта серия была не такая экшонистая, будут экшен-серии, которые будут все из экшена состоять с перестрелками с людьми, с развитием зомби, вы все это увидите, но это будет в следующих сериях и в этой серии уже был мини-экшен, так что вы должны понимать, что дальше будет больше. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, я надеюсь на вашу поддержку, чуваки, с вами был я, Демастер, всем удачи и всем пока-пока, ребятки, спасибо вам огромное за просмотр.